Престольный праздник отметил Благовещенский собор Московского Кремля. В день торжества Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста здесь совершил святейший патриарх Кирилл. На службе присутствовали заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Александр Беглов и главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В историческом соборе Кремля за праздничной службой после освящения святых даров святейший патриарх рукоположил старшего ипподиакона Сергия Куксова в сан-диакона. Аксиос! С праздником Благовещения мы связываем события, когда при чистой Деве была дарована свыше благая весть о том, что она будет матерью Господа Иисуса Христа. Но, как отметил в проповеди патриарх Кирилл, есть и еще одна весть. При Святой Богородице ангел возвестил, царствию сына ее не будет конца. И сегодня, по слову Его Святейшества, каждый из нас имеет возможность прикоснуться к этому царству божественной славы. Мы чувствуем присутствие этого параллельного мира, когда в молитве свой ум и душу открываем навстречу Богу, когда причащаемся святых христовых тайн и чувствуем, как благодать Божия преобразует нашу природу, дает нам силы, разум, мир, радость. Мы соприкасаемся с этим царством всякий раз, когда встречаемся со светлыми, святыми людьми, живущими по закону Божию. Мы соприкасаемся с этим царством, когда соприкасаемся с красотой Божьего мира, потому что грех извратил нравственную природу человеческого бытия, но не мог извратить красоту мироздания, красоту космоса, красоту Земли. И пусть это благовещение, которое тогда так наполнило радостью, уверенностью слабую и чистую и святую Деву, и сегодня даст силу и уверенность всем нам, живущим великой надеждой на то, что Царству Его не будет конца, и что каждый из нас через веру, молитву, открытость навстречу Слову Божьему, через таинство Церкви соприкасается с этим вечным миром божественной славы. Аминь. Святейший Патриарх Кирилл поздравил епископа Подольского Тихона с днем Тезаименитства и 45-летия. Викарий Московской епархии является председателем финансово-хозяйственного управления Патриархата. Выражая вам сердечную благодарность за эти труды, вручаю святую панагию и памятный адрес. И пусть Царица Небесная хранит вас в добром здравии на долгие годы. Также во внимание к помощи Русской Церкви и в связи с 50-летним юбилеем предстоятель наградил орденом святого благоверного князя Даниила Московского Третьей степени руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева. Затем на крыльце Благовещенского собора Святейшего Патриарха встретили учащиеся православной классической гимназии Радонеж. По многолетней традиции, на радость многих в праздник Благовещения десятки птиц устремились в небо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok